Привет, друзья! Предлагаю вашему вниманию интервью Мустафы Наема, украинского политика. Вы знаете, Мустафу Наема я узнавал несколько раз с разных сторон, для меня порой неожиданных. Но сейчас я его знаю уже с последней его стороны, я думаю, что это конечная его ипостась. Это украинский политик в полном понимании данного слова. В общем, интервью Мустафы Наема Дмитрию Гордону. Дмитрий Гордон начинает сразу же сходу. Я не хочу, чтобы вы с этого начинали и этим заканчивали. Вы знаете, самое дебильное, что может быть, это когда ты человека оцениваешь не по его качествам, а по его национальности, или по его цвету кожи. Это самый дегенератизм, который только можно придумать. Это самое слабое звено в аргументации. Оскорбление по такому признаку показывает, что у тебя нет других аргументов. То же самое, он лопоухий, к примеру. Да, он лопоухий, он взял завтра, сделал операцию, и уши у него уже плотно прилегают к черепной коробке. Вот он жирный. А вот, пожалуйста, Масичук пошел, сделал себе операцию, ушил желудок. Липосакция, и все, перед нами уже худой человек. И что теперь? Какие теперь аргументы? Вот тогда и рушится вся эта позиция. Так вот, я бы не хотел, чтобы здесь в комментариях были аргументы ксенофобского характера, с упоминанием там национальности, еще чего-то. Потому что вот таким образом вы показываете свою глупость, идиотизм и отсутствие аргументации. Но Гордон начинает весело интервью. Мустафа, добрый вечер. Добрый вечер. Рад, что мы сегодня встречаемся. Видишь, православные отмечают Пасху, а евреи и пуштуны вынуждены работать в такой день. Я лично задохнулся от смеха, я уверен, что Мустафа тоже был весьма бескуражен. Скажи, пожалуйста, легко ли пуштуну говорить по-украински? Гордон как будто бы намеренно вот такими вопросами пытался стул раскачать под Мустафой. Ты не чувствуешь себя в Украине чужим человеком второго сорта, может быть? Ну вот Мустафа уже нашелся. Вы знаете, я вспоминаю этого ублюдка Бродского, главу этого интернет-издания Обозреватель. Так вот он когда-то доказывал, что он уже не тот, а вот этот, потому что он рассказывал, что он ест сало и борщ. И мне кажется, что я уже во многом, да, менталитет даже поменялся. Есть какие-то отличия, но во многом, конечно же, я украинец. Здесь очень интересно. Мустафа рассказывает про своего брата, потому что он стоял на фронте в Авдеевке. Все такое проводит параллели со своим отцом, потому что отец его был вынужден покинуть территорию своей родины, Афганистана. То есть он стоял на фронте в Авдеевке в промзоне. И я четко помню ощущения отца и нашей всей семьи. Просто это очень близкие истории, да. Тем более, что это уже вторая оккупация идет нашей страны силами, которые мы тогда называли Шураевым. Ави, да, это Советский Союз, сейчас это Российская Федерация. Ой, здесь Мустафа, возможно, не помнит или не хочет просто уточнять. Но его отец был чиновником в, по сути, в правительстве, в марионеточном правительстве под руководством Кармаля, которого поставил СССР, те самые оккупанты. А был он заместителем министра образования. Если мне не изменяет, конечно же, память. Таким образом, именно оккупанты поставили его отца на должность. Поэтому очень схожие ощущения у меня и у него. И, конечно, я бы не хотел, чтобы нашему поколению пришлось покидать страну. И мы делаем все для этого. А когда пришлось покинуть страну? Удивительное совпадение. В 1989 году вместе с отходом оккупанта. И вместе с отходом оккупанта откатились в Москву, а потом уже в Киев. Скажи, пожалуйста, безусловно, это было прекрасное время. Безусловно. Но сегодня, с позиции вот этих трех с половиной прожитых лет после этого дня, ты не жалеешь, что призвал украинцев выходить на Майдан? Ну, жалость это не то слово. Я не жалею. Ну, это касательно призыва Мустафы выходить на Майдан, понятно. И Мустафа своим взором сразу же оглядывает территорию России и Беларуси. У нас бы было точно так же. Считаю, что это была исторически правильная история. Потому что мы сейчас видим, что происходит в Беларуси и в России. Я это много раз повторял. Это то, что нам готовили. То есть общество полностью подавленное и в таком рабовладельческий строй, в котором даже новое поколение боится власти. Это все очень хорошо. Напомните мне, когда были последние антиправительственные серьезные выступления, многотысячные в Украине. А когда эти выступления, если они были до этого и не многотысячные, не назывались рукой Кремля? Напомните. Погибло более 10 тысяч человек после Майдана. У них есть матери, жены, дети. Очень много людей пришло калеками. А, ну это такая необходимость. Это страшно, это ужасно. Но могли ли мы в принципе вырваться из того, что нам готовили без войны? Подскажу. Могли бы, дождавшись выборов. Мне кажется, что было бы искренне и правда сказать, что, к сожалению, независимость, которая нам досталась 25 лет назад, она не была заработана. Сейчас мы ее зарабатываем. Свалилась просто с ними. Она пришла, да. А теперь-то мы эту независимость заработали. А вот это вот выключается, когда камера и идет рекламная пауза на пятом канале. Все равно продолжается запись. И обсуждают, как назначают американцы людей на должность в Украине. Мы теперь независимы, брат? Получается, все эти жертвы, 10 тысяч жертвы. Коллеги, инвалиды, обездоленные, разрушена экономика. Хотя нам говорят, что экономика растет. Вот последний раз опять на 3,5 вроде как доли процента выросла. Это все нужно было для того, чтобы завоевать наконец-то независимость. А независимость, это когда американцы говорят твоему президенту, кого назначить. Все это время тупо набивают себе карманы. И чихать они хотели на все эти жертвы. Да, но есть один момент. Знаете, я думаю, такие вещи невозможно использовать. Да, есть люди, которые будут греться у этого пламени. Но это пламя сильнее. Если бы Мустафа хотел сказать что-то более пафосное и бессмысленное, у него бы вряд ли получилось. Люди греются у пламени, но пламя сильнее. Если пламя сильнее, то значит и людям теплее, которые греются. Нет? Шаг за шагом мы побеждаем. И учитывая, что все-таки разрознение... Побеждаем? О том, что через 10 лет мы достигнем уровня 2012 года. Я когда-то впервые, когда услышал, для меня был просто шок. Как это через 10 лет 2012 года? Но сейчас я слышу это регулярно от политологов, от некоторых политиков. Через 10 лет мы достигнем уровня 2012 года. Мы движемся вперед? А, назад в будущее. Нам всю жизнь доказывали, в 25 лет, что, ребята, у вас ничего не получится, коррупция это конец, и в общем-то, в принципе, стране конец, ничего не будет. Давайте жить как есть уже, или уезжайте из страны. Нет, надо оставаться и все-таки бороться за это. И почему-то, когда мы опровергли этот тезис о том, что ничего не получится и надо валить, количество тех, кто хочет валить, увеличилось во много-много раз. Странно. Здесь неприятная такая цитата от Гордона. Иногда в Гордоне вдруг просыпается журналист. Я цитирую тебя. Входной билет в политику, сказал ты, настолько дорогой, что либо несовместим с совестью, либо с кошельком. Ты не жалеешь, что пошел в политику? Тут дело не в том, что жалеешь ты или не жалеешь. Просто или кто-то за тебя заплатил за этот входной билет, или ты торговал своей совестью. Я был бы неискренен, если бы я сказал, что у меня нет периодов, когда опускаются руки, и я думаю, вот зачем это все. Но в такие моменты ты понимаешь, что ты эту цену уже заплатил. У тебя не хватило бы денег на этот билет. Получается, ты заплатил ее своей совестью? С другой стороны, я думаю, что действительно это цена, но эту цену нужно оправдать. Оправдать перед кем? Перед тем, кто заплатил за этот входной билет, или оправдать продажу своей совести? У нас нет опыта перехода людей из неполитики в политику. Никогда этого не знали. Сейчас мы это пытаемся, мы первопроходцы, по сути. Да, раньше никогда не было, начиная с Союза, доярок, которые становились депутатами Верховного Совета. Никогда раньше такого не было. Все рождали сразу политиками, и все сразу штампик был такой. Это политик. Никогда ранее не становились журналисты политиками. Это вообще первопроходцы. Украина вообще первая в этом. Сэр Уинстон Черчилль вместе с Рейганом это подтвердят. Вот это правдивый ответ. И в дверь эту проскочили, ну, все те, кто проскочили. Вопрос про Порошенко. И здесь я затаил дыхание, потому что я подумал, ну вот началось. Наконец-то сейчас Мустафа... В чем главный плюс и главный минус Порошенко, на твой взгляд? Главный плюс... Порошенко очень хороший коммуникатор внутренний. Он хороший переговорщик. Он человек колоссальной работоспособности, блестящей памяти. И... Я буду говорить чисто за СМИ. Владельцы СМИ, с которыми переговорили переговорщики Порошенко, подтвердят, что переговорщик он вот такой вот. Или у вас не будет лицензии, или одно из двух. Говорящий без переводчиков. Это да. Он все-таки это человек для нашей страны, да, как президент. Человеком с большим видением большого горизонта. Вы не ослышались. Это говорит Мустафа Наева. Мустафа Наев славится тем, что он критик Порошенко. Если у нас вот такие критики, то... Главный минус, мне кажется, в Порошенко в том, что он... Давай. Коррупция. Коррупция. Подминает под себя бизнес. Подминает под себя СМИ. Давай. Но это не человеческое качество, да? Ну-ну. Коррупция. Авторитаризм. То, что он не осознал ту роль, которую он мог сыграть. Мне кажется, что это будет самое большое его сожаление. А, так вот его главный минус. Что он мог-то сделать ого-го. Он мог из Украины сделать Лихтенштейн, а сделал всего-навсего Швейцарию. Слушайте, я не буду отрицать, и тут надо быть откровенным, да, что Порошенко, очевидно, лучший президент, чем вот то, что было до этого. Чем Янукович, ну понятно, Янукович тиран, а Порошенко-то у нас демократ. Кучма, Ющенко, Кравчук. Это факт. Вопрос в другом, хотим ли мы его сравнивать с этими людьми. Лучше Кравчука и лучше Кучмы даже? Думаю, да. Такие у нас критики. Других критиков у нас для вас нет. Луценко. И Юрий Александрович, да. Я к нему, как к человеку, опять же, достаточно хорошо отношусь, но как генеральный прокурор, он, конечно, опять же, мне кажется, что он не оправдал тех ожиданий. Луценко тоже не оправдал доверия. Почему? Возможно, потому что он выполняет заказы Порошенко. Возможно, потому что это видно. Это выполнение заказов настолько невооруженным глазом, что просто, ну как бы, что это понятно любому барану. Нет, нет. Он просто мог сделать больше. Намного больше. Ляшко. Важно отметить, что Олег Валерьевич во многих вещах отставит тоже правильную точку зрения. Как бы смешно это ни казалось, как бы это многим ни казалось странным. Например, мы проникали закон про детей в линии столкновения, чтобы они получили льготы. Олег Валерьевич поддержал, более того, он настоял, и этот закон был проголосован. Я точно знаю, что он не получил за это денег. Ну и ну. Но если он за это денег не получил, значит, он явно хороший человек, хотя бы местами. Местами, знаете, хороший человек, просто внутри-то у него что-то есть. Слово надо, я обязательно замечу, чтобы мне не сказали, что я вырываю из контекста. До этого Мустафа сказал, что Олег Валерьевич Ляшко очень богатый человек. Да, он очень богатый человек, но вы посмотрите. Вот здесь голосование было, и денег-то не взял. Что я точно знаю, что есть. Я знаю, что были съемки в моей квартире, это во время Януковича. Я знаю, что эти съемки были после ухода Януковича. Я знаю, что это съемки, ну скажем так, интимного характера. Это Мустафа говорит о том, чем его могут шантажировать. Насколько я знаю, из своих источников, при Януковиче таких записей не велось. Возможно, все-таки это сделано после, и я надеюсь, что на этих записях нет Олега Валерьевича. На сегодняшний день реформа МВД провалена? Нет, я не считаю, что она провалена. Понимаете, вот когда мы говорим провален, любой вообще процесс, не только реформа МВД. Когда мы говорим провалено, мы ставим какой-то крест. Это процесс. Процесс провала может длиться годами. Да, очевидно, то, что мы хотели, то, что мы ожидали, не получилось. Перевожу. Это значит провал. Но давайте посмотрим, что было сделано, в принципе, за 25 лет с МВД, и то, что было сделано за последние два года. Я считаю, что был очень большой все-таки прогресс во многих сторонах. Я считаю, что самым главным прогрессом являются те идиоты, которые не выезжают, ну, их называют еще полиция, полиция, которые не выезжают на акции молодежки Азова. Я считаю самым супер прогрессом советников министра МВД, Шкиряка, Герасченко, впрочем, к этим людям Мустафа тоже очень хорошо, относится. Вот это вот, я считаю, супер-пупер прогрессом. Это лично мое мнение. Опять-таки, это не означает, что нам нужно расслабиться. Какая бы ни была успешная реформа любого правоохранительного органа в стране, правозащитники должны будут за него воевать. Это удивительная метаморфоза, рассказывая о том, что это не провал. Мустафа плавно переходит к тому, что это победа, но расслабляться нам рано. Ты хотел возглавить национальную полицию. Зачем? Я скажу, наверное, в первый раз. Я считаю, что национальная полиция – это нерв страны. И кто после этого скажет, что Мустафа не политик? Национальная полиция – это нерв. Первая причина и самая большая. Вот мы когда-то с моим другом Сакиновым спорили, если бы у нас была волшебная палочка. Вот что бы мы сделали, чтобы в стране действительно все получилось? Энн перечисляет причины, почему у нас еще все-таки плохо. Сакин Аймурзаев – это небольшая справка, это человек, который соврал обо мне в эфире Радио Вести, после чего был схвачен за язык, после чего отпетлял, после чего был уволен, после чего отправился искать счастье в другие страны. Первое – это доверие. Мне кажется, что кризис доверия, который у нас есть друг к другу, это самый-самый большой наш бич. Посмотрите, у нас очень сложно выстраиваются команды. Я думал, что у нас основным бичом является отсутствие правосудия, коррупция, суды, которые переносятся. У нас же судей нет. Вы знаете, что у нас в судах, там где положено 20 судей, там 2, допустим. И суды переносятся, а вот обычный, самый простейший процесс может идти 2-3 года. Но нет, это все не проблема. Отсутствие, понимаешь, доверия. Второе – это оптимизм и неверие в себя. Я глубоко уверен, что самое страшное, что сделано в отношении Украины и в Украине, как людей, как страны и как нации, это то, что им всю жизнь доказывали, что вы ничего не можете. Сейчас доказали. Вы можете. Вы можете. Имея зарплату 5000 гривен, заплатить 4000 гривен по ЖКХ и прожить на остальную 1000 гривен. Вы можете все. Вы супермены. Даже в политике, даже сейчас, даже после Майдана, после всего, когда новые люди пошли в политику, вместо того, чтобы сосредоточиться на помощи этим людям, мы сосредоточимся на том, что их надо вытелкнуть, что ты не уходишь из парламента, например, самый распространенный вопрос. Почему эти люди там делают? А, так оказывается, вот этим людям, которые пришли и за год стали миллионерами, за год обнародовали свои декларации, в которых появилось вдруг у никогда не работающих людей, ни дня в своей жизни некоторые не работали, по 200, по 300 тысяч долларов, только того, что они захотели задекларировать, куча часов блатных появилась. Вот этим людям еще и помочь надо. Вы все равно скурветесь. Это же то, что мы слышим, да, это все слова есть. Вместо того, чтобы поверить, что получится. Так у них уже получилось. Они ездят на машинах, на которых обычный украинец должен работать 287 лет. А у них уже получилось. Им еще помочь надо, чем почку продать для них. Савик Шустер действительно долгое время был таким символом свободы слова и был выходом, выхлопом. Сейчас, мне кажется, в Украине с этим проблем нет. Это его спрашивают по поводу того, что Савика Шустера. Вали, ну, зачем нужен Савик Шустер, если в стране и так такая свобода колоссальная? Этот человек говорит на канале, у которого проблемы. Не у человека, а у канала. Большие-большие проблемы с лицензиями совсем подряд, да? Что касается вообще свободы слова в целом, то, что после ухода Савика, я могу констатировать, что сейчас, рассмотрев несколько каналов в стране, можно составить общую картину. Покажите мне один, один телеканал, который может быть равен дождю, который работает в России и который работал бы в Украине. Покажите мне один такой канал, один, и я скажу, да, свобода слова есть. Не изменилось ли твое отношение к Сергею Лещенко после истории с его квартирой? Я Сергея знаю очень давно, и поэтому к Сереже нет. Но к тому, как коммуницировать с обществом, как говорить, и колоссальную важность внимания общества к тебе, и каким образом в этой ситуации себя вести, конечно, в этом это был большой урок для нас всех. Я уверен, что многие из вас с первого раза даже не поймут важность этой фразы. А эта фраза очень важна, потому что Мустафа Наем прекрасно понял. Равно как и окружение, и молодые реформаторы, и Залищук, у которых появлялись тоже квартиры неизвестно откуда, они все поняли, как надо коммуницировать с обществом, и что надо рассказывать обществу, для того, чтобы общество не начало задавать неудобных вопросов. Огонь. Этот огонь сильнее, чем все, кто греются возле него. Полиция это нерв. Жертвы не напрасны. Мы идем вперед. Только что передали, смешно, человек, который последний выиграл вот евро-миллионы, был подписан на мой канал и сейчас подписан на мой канал. Совпадение? Не думаю.